сегодня для проекта нам понадобится вот такой cdc преобразователь с 220 вольт переменного тока на 5 вольт постоянного тока 0,6 ампера зарядная а также защитная плата для литий-ионных аккумуляторов имеет вход 5 вольт выход 42 вольта 1 ампер также помимо распаечных контактов имеет type-c вход два литий-ионных аккумулятора 3,7 вольта 600 миллиампер часов можно использовать один большой но у меня были только вот такие два маленьких повышающих dcdc преобразователь с пропускным током не более полтора ампера также он подстраивается под разные выходы а именно 5 вольт 8 вольт 9 вольт и 12 вольт вот такую сенсорную кнопку я хотел использовать начале но она не захотела со мной сотрудничать плашка со светодиодными матрицами на алюминиевой подложке была куплена специально на алиэкспресс именно для этого проекта и наконец сама подобная это светодиодная энергосберегающая лампочка с цоколем е27 она сгорела ранее внутренности я оттуда уже вытащил и буду над ней издеваться а именно попробую впихнуть все эти модуля аккумуляторы в ее корпус а получится ли это у меня вы увидите дальше заранее подготовленного плана расположения модулей у меня не было буду придумывать по факту ну вот понижающиеся dc преобразователи влез идеально останется мне его только где-то припаять к самому цоколю люблю когда сама так все идеально подходит и не нужно ничего придумывать лишним модуль имеет распаечный вход и выход от которых я как обычно решил избавиться для экономии места так как я буду эту плату еще изолировать каптоновым скотчем скорее всего и боюсь что в дальнейшем готовая она уже не влезет подобрал провода залуживаем и припаиваюсь к плате именно к самому входу диодного моста залудить центр цоколя мне не удалось я не знаю что там за металл но даже с паяльной кислотой не получилось буду подпаиваться к штатному остатку провода главное чтобы он не отвалился то есть от центра цоколя я подпаиваю провод к входу на плате а именно к любому из ножек диодного моста удивительно даже не забыл термоусадку одеть обычно я про нее вспоминаю когда уже все припаял а вот у нас выхода с платы 5 вольт следим с дорожками они идут конденсатором там я и буду подпаиваться а стандартный от кушу также ли экономия места нашел где-то вот такие цветные проводочки имея буду подпаивать выход с платы 5 вольт зачищаю облуживаю не как обычно подпаиваю чтобы не оторвать припаянный провод от центра цоколя заливая его термо клеем также он будет служить для изоляции изолируя и саму плату катоновым скотчем не знаю почему но мне нравится вот светодиодный индикатор нам тут будет не нужен его будет попросту не видно поэтому избавляюсь от него тупо откусывая далее аккуратно укладываю провод который идет от центра цоколя сам цоколь и размещаю там плату далее откусываю 2 ранее припаянный провод входа с платы чтобы припаяться ко второму входу на цоколе припаиваться также будут к остатку торчащего провода выхода из цоколя потому что облудить сам цоколь думаю у меня тоже не получится да и ни к чему это вот такое безобразие получилось это у нас выход 5 вольт кнопку включения хотел сделать сенсорный но действуя по инструкциям так и не смог увеличить дальности и то есть даже через пластиковый корпус толщиной в миллиметр она у меня не реагировала пришлось использовать обычную кнопку далее за кадром зафиксировал термоклеем первую плату которая преобразует 220 вольт в 5 вольт и также уже начал вырезать отверстие под type-c вход для зарядки хотел сделать все аккуратно по заводскому поэтому сам разъем примеряла очень часто и вот наконец добился своего он зашел плотно идеально чтобы сделать разъем уровень с корпусом пришлось подпилить ему немножко края на работоспособность это не повлияет далее немножко поиздеваемся над аккумуляторами откусим им защитные платы так как защитная плата у нас уже есть и дальше соединю я их параллельно для увеличения емкости и подготавливаю отверстие под новую кнопку кнопка будет ставиться в разрыв защитной платы и повышающие DC-DC платы ну вот под кнопку мы отверстие сделали теперь подпаиваем провода выхода 5 вольт к зарядно-защитной плате не перепутайте плюс минусом так как у нас ток уже тут выпрямленный на плате тоже есть обозначение где плюс где минус подпаиваю выход с платы зарядки на вход кнопки кстати на данной плате зарядки выход на аккумулятор и выход на потребитель разные потому что если припаять потребитель напрямую к к аккумулятором то плата не сможет защитить аккумулятор от переразряда чтобы вам было понятнее вы не ошиблись на всякий случай отметил все входы и выходы на плате далее фиксирую плату зарядки и кнопку термоклеем хоть они и спаяны между собой но все равно могут сдвинуться особенно при постановке на зарядку скрепляю аккумулятор вместе каптоновым скотчем и соединяю их параллельно припаивая к ним провода то есть плюс плюс минус к минусу далее подпаиваю провода к повышающей DC-DC плате кстати данная плата мне нужна потому что у меня плашка со светодиодами имеет потребление 9 11 вольт а полностью заряженный литий-ионный аккумулятор выдает только 4 вольта но 11 вольт выставить на плате я не смогу поэтому буду использовать выход 9 вольт для этого нужно запаять перемычку а если запаять перемычку б будет 8 вольт если запаять обе перемычки будет 12 вольт если обе перемычки оставить незапаянными будет 5 вольт все вот так это выглядит теперь у нас постоянный выход 9 вольт изолирую эту плату также каптоновым скотчем и размещаю сбоку в корпусе так чтобы она не помешалась дальнейшим аккумулятором и подпаиваюсь минус подпаиваю на прямую над защитную плату на выход потребителя на плюс подпаиваю к выходу с выключателя далее настало время припаять аккумулятор при паевую плюс аккумулятора kb плюс на защитной платье минус аккумулятора kb- минус на защитной платье и пытаясь уложить это все в корпус так чтобы осталось место для светодиодов далее наношу теплопроводящий герметик на посадочное место для светодиодной матрицы. Залуживаю контакты на светодиодной плашке. Теплоотдача большая, потому что алюминиевая площадка приходится залуживать в бусте паяльника. Продеваю провода, выходящие из повышающей платы, в отверстия, уже готовые в этой плашке. Прижимаю ее к своему посадочному месту, она там сама закрепится, так как немножко в распор. Зачищаю, залуживаю, подпаиваю провода. Ну вот почти все готово, проверяем, все горит, работает. Размазываю остатки герметика. Вот такое чудо у нас получилось, так оно выглядит внутри. Защелкиваем рассеиватель, он сам прикрепится на остатки герметика. Вот такой прикольный девайс, лампочка, фонарик у нас получился. Его можно заряжать как от обычного входа Type-C, так и просто вкрутив патрон Е27. Для этого нам и нужен был преобразователь с 220 вольт на 5 вольт. Горит такая лампочка примерно минут 40-час, да это немного, что-то подсветить или просто побаловаться хватит. Индикаторы зарядки к сожалению не видно, вернее видно, они просвечиваются в полной темноте сквозь рассеиватель, но очень-очень тускло. Можете разыграть своих друзей или родителей, просто выкрутив горящую лампочку из патрона и она у вас продолжит светиться в руках. Так, но думаю на этом все. Как обычно все рассотники и инструменты, которыми пользовался, оставлю по ссылкам в описании. Всем до свидания, всем пока!